Чара не сможет что-либо сделать, чтобы спастись от этого. Остальные могут просто вымотать Сансы своими пинками любви и уклоняться от атак Чары. Единственный способ, которым, как я вижу, она может воспользоваться, чтобы спастись, заставить остальных держаться в стороне, навредить самой душе Сансы. Это занятная мысль. Что происходит с душой монстра в абсолютно здоровом теле? Погибает ли она, пропадает ли тело, или она существует вне времени, так же, как это делал Гастер? О нет, я не должен был этого говорить. Игнорируйте мой комментарий. Простите меня. Что? Он, эм, выглядит мёртвым, дорогуша. О-о-о-ой, Санс, сейчас же поднимайся. Ториэль, а ты уверена, что это был пинок любви? Да, я уверена. Я не знаю, что пошло не так. Может, не всё так плохо, как кажется. Скорее всего, он сопротивляется. Да, я уверен в этом. Санс очень силён. Конечно же, он может побороть всего лишь ребёнка. Чушь. Собачья. Ты лжец. Грязный учёный лжец. Ты и твои красивые слова. Лишь маска, чтобы спрятать своё глупое, тупое, уродливое истинное лицо безумного учёного. Я знаю, что ты сделал, Виндинг. Тебе было бы не менее плевать на то, жив бы был твой сын или же мёртв. Ты... козёл. Знаешь, Флауэль, есть то, чего я не понимаю. Как ты так быстро узнал, что чара всему причины? Да ты правда собираешься задавать такие тупые вопросы, когда этот... Когда Санс может быть буквально мёртв? Жесть. И я ещё думал, что вы тут люди заботитесь друг о друге. Ну, теперь они зелёные, так что, если это ловушка, то она не сработает. Скажи, Метатон, не мог бы ты просто влететь в тело Санса в своей призрачной форме и посмотреть, что происходит? Ну, думаю, я мог бы. Я ненавижу покидать своё тело, но полагаю, это теперь крайняя необходимость. Держи, Санс. Прошу. Как это возможно? Любовь моя, я... Ты же... Разве? Мать должна любить своих детей. Я могу лишь делать вид. И это твоя вина, Виндинг. Разве ты не помнишь? Именно из-за тебя я такая. Я была одним из первых твоих экспериментов. Так что теперь я лишь бездушная оболочка из пыли и решимости. Прямо как вон тот цветок. Так что да, большое спасибо. Ублюдстер. Лодочница. Я понимаю, почему ты зла на Гастера, но то, что он совершил, было сделано с хорошими намерениями. Он хотел спасти скелета, которую любил. Да, он совершил ошибку. Много ошибок. И да, он может быть иногда немного бесчувственен, но всё же. Он же не настолько плох, не так ли? Ох, парень. Это даже не близко к худшему, что он сделал. Подробнее сказать, Виндинг? Остановись. Прошу. А вы знаете, откуда он взял решимость, которую позже в меня ввёл? Я умерла, потому что человеческий ребёнок случайно в меня выстрелил. Но ему было плевать на то, что это был просто несчастный случай. Он убил ребёнка без всякой жалости. А после того, как мой эксперимент, как казалось, провалился, он перешёл к убийству преступников ради своей идиотской науки. И после этого он перешёл к экспериментам над пойманными людьми перед тем, как отправить их души к Асгору. И если это уже было достаточно плохо само по себе, всё это время он пренебрегал нашими сыновьями. Всегда он был занят. У него были важные дела. Сансу пришлось вырасти быстрее, чем нужно бы было. Но даже после, у него всё ещё была надежда, что однажды его отец поднимет взгляд и вновь обратит на него внимание. Вы вообще можете себе представить, каково ему было, когда он узнал, чем на самом деле были эксперименты его отца? Итак, Виндинг. В направлении чего такого хорошего ты работал? Скажи мне, расскажи мне, как бы они могли внезапно сделать всё это нормальным? Ну, давай же! Это не то, что я от него ожидала. Прости меня. Мне так жаль. Мне нет прощения. Я думал, я хотел лишь... Я сказал себе, что если буду работать достаточно усердно, может, если... Я уже не знаю. Прости, но я не могу быть на твоей стороне. Гастр в ярости убил человека, который убил его любовь. Да, это было неправильно, но он в тот момент не особо задумывался, очевидно же. А затем попытался вернуть тебя к своим детям, к себе. Он экспериментировал на преступниках, хоть это и неправильно, но они не невинны. А самые близкие к невинным, с которыми он экспериментировал, были люди, которые бы всё равно погибли от рук королевской стражи. А затем он вообще отправился в пустоту, вырванный из реальности. Какое право ты имеешь на него кричать? Не надо меня оправдывать. Хватит придумывать оправдания. Мои действия были непростительны. Столь многие погибли от моих рук. И ещё больше мучились. Монстры, люди, дети. Виноватые и невиновные. Для такого не существует оправдания. И вот так теперь смерти проклятых и невинных легли своей тяжестью на плечи отчаявшегося и ненормального, когда его глаза были силой открыты заново ангелом от мщения. Ужасные и поучительные сцены ангел возлагает перед ним. Сойдёт ли он, наконец, с ума от позора на своих руках? Или этот ангел, будучи судьей жюри, подарит ему милосердие и возможность искупить вину? Я единственный, кто думает, что Гастер не случайно упал, но... упал с готовностью. Если вы понимаете, о чём я. Это не то, что ты от него ожидала? Это не то, что ты от него ожидала? Его давно погибшая жена, которую он любил больше, чем кого-либо ещё, возвращается лишь для того, чтобы сказать ему всё то, о чём он сам себе твердил годами? И ты ожидаешь от него что-то ещё, кроме плача? Ты никогда не думала над тем, как гений может случайно упасть в собственное творение, которое он сам испроектировал? Может, всё это было слишком для него. Может, он сказал себе, что его сыновьям без него будет лучше. Может, он прыгнул. Это... Мне даже в голову никогда не приходило. Я думала... Ну... Я думала, он бы... Я не знаю. Стал злодеем или что-то вроде того? Ладно, это звучит ещё глупее, если сказать вслух. Чёрт. Какого чёрта вообще я ожидала? Что? Ты ожидала, что он будет? Ах, да, ты заглянула в моё чёрное эмо-сердце, бла-бла-бла-бла-бла. Всё это время я был лишь мультяшным злодеем, без каких-либо компенсирующих качеств или чувств, кроме злобы и агрессии. Смотри, как я пну этого щенка без причины. Ужаснись, когда я создам смерть луч, чтобы всё разрушить, потому что я злодей. Эй! Почему ты смеёшься? И плачешь? Я... Прости. Просто... Я по тебе скучал. Вау! Кому-то здесь точно надо прибраться. Оф. Ну... Здравствуй. Эм... Тебе лучше вылезти из Санса прямо сейчас, или... Эм... Метатон? Хе! Не скажу, что ожидала. Но знаешь, так это, кстати, даже намного удобнее. Удобно? Как? Ты ведь можешь передать послание остальным. Скажи им, что я оставлю Санса, только если Фриск отдаст добровольно своё тело. Я вижу. Значит, ты выдвигаешь требования. И Санс твой заложник. Я не думаю, что это сработает так, как ты хочешь, мелкая, потому что... Также я хочу, чтобы ты сказала им, что именно я делаю с Сансом. Я заставила его душу погрузиться в темнейшие закоулки его памяти. По существу, я заставляю его переживать худшие моменты из его воспоминаний снова, снова и снова. Послушай, Чара не может сбежать, пока наши души зелёные. Скажи им, чтобы они прикончили нас. Ты не понял? Не так ли? Они не тронут тебя. Неважно, чем это для них может обернуться. Это немного грустно. Особенно потому, что, кажется, у тебя нет проблем с тем, чтобы смотреть на то, как умирают те, кого ты любишь. Кстати, о птичках. Почему бы тебе не вернуться к этому на некоторое время? Мне любопытно, как скоро твоё сознание сдастся. Почему бы тебе не вернуться к этому на некоторое время?